Это некое передвижное сообщество людей, которые хотят оказать помощь. В городце состоялось открытие мобильного офиса правового просвещения для оказания юридической помощи малоимущим и социально незащищенным людям. Это стало возможным благодаря совместному проекту областного фонда помощи детям-сиротам и уполномоченных по правам человека и ребенка в Нижегородской области. Подобные офисы откроются до конца марта еще в пяти районах. Городецкий стал первым, где стартовал социальный проект, получивший поддержку регионального правительства и финансирование от фонда президентских грантов. Городец всегда на острие передовой мысли и каких-то новшеств. Я думаю, что это нормально, потому что Городец в плане социальной политики, в плане поддержки граждан, на самом деле впереди многих других муниципалитетов Нижегородской области. Первыми посетителями мобильного офиса стали многодетные мамы. Их вопросы в том числе касались выделения земельных участков, льготных кредитов на покупку жилья, путевок в загородные лагеря. Как они отметили, получить сразу несколько консультаций в одном месте – это очень удобно. Не надо ходить куда-то, допустим, оббивать пороги и пойти в одну организацию, пойти в другую организацию, чтобы решить какой-то вопрос. Если соберутся, допустим, специалисты разных областей, где можно сразу же решить вопросы на месте, то это было бы очень хорошо. Потому что у многодетных семей нехватка времени, то есть как бы иногда они просто не знают, куда пойти. Если они бы пришли в такой центр, где можно сразу все решить, то было бы очень хорошо. Не реже раза в месяц мы будем выезжать к определенной аудитории с определенной темой. Будет предоставлена возможность участникам мероприятия задать вопросы, получить ответ устный или оформить его письменный, получить впоследствии письменный ответ. Это можно сделать в электронном виде, в виде обращения на сайт администрации. Можно обратиться ко мне в 106 кабинет в администрации. Можно также к координатору деятельности, вот именно участие в Управлении социальной защиты населения Наталье Евгеньевне Звониловой обратиться. По словам Светланы Захаровой, мобильный офис станет дополнительным ресурсом правового просвещения населения и площадкой для пробирования новых методов работы, в том числе и в отдаленных населенных пунктах, куда также будет выезжать правовой офис. Бесплатные консультации будут проводить как опытные юристы районного управления социальной защиты населения, так и консультанты юридической клиники при Нижегородской академии МВД России. Вы остаетесь.